Всем привет, меня зовут Тушел, и сегодня у меня на обзоре мышка FixPrice Flarks YJ. Обычно я не делаю обзоры на неигровые девайсы, но сегодня исключение. Как вы знаете, большинство моих видео посвящены мышкам, и обойти стороной мышь за 77 рублей я не смог. Итак, встречайте, мышь Flarks. Как таковой коробки у мышки нет. Мышь продается в блистере, где спереди напринтована ее цена и тот факт, что эта мышь удобная, оптическая и проводная. Наверное, встречаются люди, которые, видя это на полке, задаются вопросом. А не Blender ли это? Сзади у нас перечислено два параметра. Первый – это потребляемый ток, а второй – это длина провода. Никакой инфы про сенсор, вес или частоту опроса на коробке нет. Flarks – это полностью симметричная мышка среднего размера. По форме мышь напоминает Microsoft Blue Optical, которая по сути заменила легендарное WMO. В руке мышь лежит действительно удобно, поэтому то, что было сказано в упаковке, соответствует действительности. У Урзана есть некое подобие талии, от чего есть определенное сходство из серии FK от ZOE. Пока практически прямые, однако проблем с подъемом мышки нет. Ее легко отрывать от коврика и пальцы не скользят. Удобнее всего мышь на мой взгляд держать в пальцевом хвате, либо в когте. В ладонном хвате немного теряется безымянный палец, который не до конца понимает, куда ему пристроиться на корпусе. Мышь, наверное, лучше всего подойдет тем, у кого руки среднего или меньше среднего размера. А вот если у вас рука большая, то ширина корпуса может стать проблемой. Все-таки в месте хвата мышь достаточно узкая. Смотря на мышь сбоку, можно заметить, что профиль высокий, а горб немного смещен назад. Отчего в руке мышь ощущается как нечто среднее между FK и ZD сериями от ZOE. Учитывая узкий корпус, я думаю тут применим только хват 1.2.2. С натяжкой можно порекомендовать гибридный хват, где безымянный палец будет лежать на рюкле рядом с правой кнопкой. Однако лично мне так юзать мышь неудобно. По качеству сборки особо вопросов на самом деле нет. Да, есть небольшой люфт боковых панелей и дно неровное, но я ожидал куда хуже. Весь корпус выполнен из матового пластика, который приятный тактильно, совсем не маркий и в целом достаточно цепкий. Так что покрытие получилось и простым, и практичным. Подсветки в мышке нет, а выглядит она достаточно просто и ничем не запоминается. Наверное есть определенное сходство с симметричными мышками ZOE, которые также крайне просты в своем дизайне. Основные кнопки маленькие, они отделены от корпуса и не имеют углублений под пальцы. Исполнены они на среднем уровне. Есть небольшой свободный ход до свеча, но люфт совсем не критичный. Клик у кнопок очень простой и не очень качественный. Клики сильно отличаются между собой. Правый клик в целом неплох, а вот левый гораздо хуже, особенно если судить по тактильности клика. От клика кнопок также оставляет желать лучшего. В среднем плюс 12 миллисекунд к мышкам Logitech. Под кнопками стоят свечи PCY с неведомым мне ресурсом. Боковых кнопок у Flarks нет. Зато колесо прокрутки есть, и оно работает. Да, оно очень сильно утоплено в корпус и сидит в нем как-то несимметрично. Да и шаги совсем невнятные. Но оно есть, оно прирезинено и совсем не люфтит, отчего скролл тихий и приятный. Зато вот клик колеса просто ужасен. Он тактильно невнятный и издает крайне неприятный звук при нажатии. Ну и кликнуть колесом так, чтобы случайно не проскрулить, по-моему, нельзя. Кнопок смены DPI тут, как и боковой кнопок, не предусмотрено. Не могу сказать, что мне их как-то не хватает. На JetPro Wireless их тоже нет, и ничего, народ вроде не жалуется. А вот неожиданный поворот случился при повороте мышки вверх дном. Ножек тут тоже не предусмотрено. У нас снизу есть три имитации ножек, сделанных из пластика дна. Четвертая ножка служит местом, откуда идет отлив корпуса, поэтому она получилась какой-то дефектной. Без ножек мышь ожидаемо скользит хреново и царапает коврик. Зато с весом тут полный порядок. Мышь легкая, отчего лично мне радостно на душе. Хоть тут производитель не засунул искусственный утяжелитель в корпус. Правда я думаю, что тут его нет не потому, что Flarks хотели сделать легкую мышь, а потому что кусок металла и винтик тоже чего-то стоят. Кабель у Flarks короткий и не имеет оплетки. Его длина меньше обещанного метра. Из плюсов я могу отметить, что выход кабеля приподнен над ковром, а на его конце есть вполне рабочий коннектор USB. В мышке стоит оптический сенсор и на этом уже надо сказать спасибо. Установленный сенсор имеет красную подсветку и в целом работает. Перемещая мышь по ковру, можно заметить, как перемещается курсор по экрану. Правда вот на некоторых коврах, даже если мышь стоит на месте, курсор требежит. А если двигать мышь чуть быстрее, чем двигал бы мышь-ленивец, то идет срыв сенсора. Возможно игре в косынку эта особенность не помешает, но вот ставить рекорды в сапере уже будет проблематично. DPI мышки видимо задуман как равным 1000, но на самом деле реальные показания немного иные. Мышь работает на 125 герцах и изменить эту частоту нельзя. Софта у мышки нет, поэтому what you see is what you get. Фанатам Зои такой подход точно должен понравиться. Ну вот мы и подобрались к заключению. Что у нас в итоге? Из плюсов этого грузуна можно назвать его цену в 77 рублей. И тот факт, что мышь в целом работает. Курсор можно двигать, кнопочки можно кликать, а колесико прокручивать. Да, конечно эта мышь не игровая и играть на ней особо нельзя. Но и на десктопе с ней не очень-то удобно жить. Все-таки отсутствие ножек и дрожжение курсора не способствует нормальной работе с этим грузуном. Даже если мы говорим про Excel. И напоследок хочу отметить, что учитывая, что этот обзор выходит в канун нового года, и многие ищут подарки, я могу ответственно сказать, что компьютерная мышь, на мой взгляд, это хороший подарок. Только вот не эта конкретная мышь. Не надо ее дарить и не надо ее покупать. 77 рублей это немного, но это тоже деньги. Лучше поднакопить малость и взять схожие по форме G-Pro Wireless, у которой, правда, тоже нет кнопок смены DPI, зато есть тефлоновые ножки и боковые кнопки. Итак, если обзор вам понравился, ставьте лайки, делитесь видео в соцсетях и подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был я, Тушел. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DPI.